Я умышленно перенес дату выхода данного видео для того, чтобы дополнить его обращением с сочувствием всем пострадавшим и их родственникам. Какими-то невообразимо жестокими мерами при частично отключенном интернете власть Беларуси пытается подавить волю людей. Вы наверняка видели будоражащие сознание видео протестов у нашего соседа Беларуси. Кадры настолько жуткие, что на ютубе просто невозможно показывать подобные видеоролики. Однако, я считаю правильным рассказать об этом как можно большему количеству людей. И если я могу помочь хотя бы информированием своих зрителей, я считаю правильным воспользоваться этой попыткой. Ремарка окончена. Спасибо. Всем привет! С вами вновь ваш покорный слуга-принц. И раз уж вы оказались на моем канале, вероятно, вы являетесь ярким представителем того самого исчезающего вида пользователей, кто стремится найти родник истины на просторах интернета. Наверняка вы сейчас увидели заставку и подумали, Кто этот ноунейм вообще такой? Сегодня речь пойдет о малоизвестном блогере, который в интернете называет себя Александр Догоняев. Но он не просто так удостоился почетного 21-го места в Блэклисте. Видите ли, для того, чтобы подобраться к самой крупной рыбе в океане рынка черной рекламы в интернете, Амиране Сардарове, нам необходимо преодолеть несколько рубежей его биографии. И наш сегодняшний герой не кто иной, как производная от одного из бывших проектов Сардарова. Поэтому досмотрите это видео до конца, и для вас откроется новый угол обзора на личности Мирана. Как вы понимаете, наши сегодняшние герои – личности довольно опасные. Поэтому, я надеюсь, вы оцените мой риск своим лайком и любым комментарием под роликом для продвижения. Также не забывайте о существовании неизвестной чего телеграм-канала Сад Сновидений, ведь там вы найдете полный спектр документов на этих персонажей. Итак, для того, чтобы понять, кто же такой этот догоняет, нам с вами необходимо перенестись в далекий май 2015 года. Старожилы Ютуба помнят, что в то время на нашей платформе господствовал формат пранков. Чебураши ТВ, Рака Макафо и, несомненно, Гриша Голдшейд с видеороликами под названием «Деньги решают все». Дело в том, что Гриша был не совсем простым блогером-пранкером. Его дед не кто-нибудь, а миллиардер Неклюдов Игорь Михайлович. Это имя, знакомое почти каждому хабаровчанину. Неклюдов был председателем Совета директоров строительной компании «Далерео». Это один из самых крупных девелоперов в Хабаровске. По разным оценкам на недвижимость Неклюдов сколотил состояние около 150 миллиардов рублей. Так вот, сын его дочери Григорий Мамурин вел себя в Москве так, как и подобает внуку миллиардера. Катался на дорогих машинах, вел разгульный образ жизни и был завсегдателем в самых роскошных клубах столицы. На одной из тусовок Мамурин познакомился с другим гулякой и бездельником Амираном Сардаровым, который на тот момент был никому неизвестным парнем с GoPro в руках. У Мамурина было все, о чем мечтают его ровесники. Деньги, машины, девочки, но ему все равно очень хотелось острых ощущений. Сардаров предложил Грише Мамурину начать снимать видеоролики на YouTube и стать популярным блогером. Но заявил, что добиться этого возможно только благодаря продюсированию самого Сардарова. Именно Григорий Мамурин был первым работодателем Амирана Сардарова в благосфере. Можно сказать, если бы не Мамурин, мы бы никогда не узнали о дневнике Хача. Тем не менее, случилось так, как случилось. Гриша платил за все, а Амиран писал сценарии, придумывал идеи, занимался съемкой и монтажом. Правда, вектор развития Сардаров выбрал под стать своему интеллектуальному уровню. По задумке Амирана, Мамурин предлагал прохожим на улице за деньги раздеться до гола, выпить мочу или лизнуть его кроссовок. Подобные выходки очень быстро привели к искомому хайпу. Более полумиллиона просмотров в интернете всего за пару дней. Похвастаться этим может вот этот человек. Внук дальневосточного миллиардера Игоря Неклюдова, 16-летний Григорий Мамурин. Для скандала хватило уверенности в том, что деньги, как говорится, не пахнут. Однако, Мамурин не рассчитал того факта, что подобные выходки не поощряются его главным спонсором, дедом-миллиардером Неклюдовым, который возмутился поступками внука и требовал вернуть мальчика из Москвы в Хабаровск, чтобы следить за его поведением. Таким образом, проект «Деньги решают все» закрылся, а Мамурина заставили прекратить деятельность на Ютубе. Однако, канал на тот момент имел несколько десятков миллионов просмотров и миллион подписчиков. Такое детище было жалко удалять, и Мамурин принял решение продать проект. С 2016 по 2017 год канал был попросту заброшен. Однако, летом 2017 года во влогах Гриша появляется неизвестный парень, называющий себя Александром Догоняевым. Правда, неизвестным он был до того момента, пока не явился ко мне во сне. По традиции, все, что вы услышите далее, это всего лишь мой сон. А все документы и данные были взяты в неизвестном чьем телеграм-канале «Сад сновидений». И если что, ссылка на него в описании. Давайте же разбираться в этой запутанной истории. Итак, Казарян Александр Ваграмович родился 18 июля 1991 года в СССР. Да, именно в СССР, поскольку вы ведь знаете, что дата развала Союза – это 26 декабря того же 1991 года. Место рождения на тот момент – Республика Армения, а точнее город Ереван. Однако, корни мамы Казаряна Мартиросян Марии Александровны находились в Москве, куда вся семья позже и переехала. Детство Казаряна прошло на юге Москвы, а если быть точнее – на улице Миклуха Маклая, где он жил в одной квартире со своими многочисленными родственниками. Догоняев – это выдуманная фамилия, которая в реальности не имеет никакого отношения к нашему пациенту. Еще до того, как Казарян начал вести канал «Деньги решают все», он появлялся на этом же канале в качестве гостя. Потому что я хочу всем показать, что у меня есть деньги. Спасибо, друг. Пожалуйста. Ты мой настоящий друг. Спасибо, Сань, что рядом со мной. Дело в том, что в 2017 году Мамурин попытался вернуться в благосферу с помощью влогов со своими друзьями. Он переименовал канал в «Свои» и загрузил несколько видеороликов. Однако, они набрали очень мало просмотров и были скрыты. Надо отметить, что Казарян, который также был в команде «Свои» и которого Мамурин называл своим другом, сам не из бедной семьи. Его отец, Казарян Баграм Грачевич, начал заниматься бизнесом еще аж в 90-х. После того, как дела у влогов не пошли, канал Мамурина вновь забросили. Однако, в начале лета 2018 года Казаряну пришла в голову гениальная мысль. Как я вам уже неоднократно рассказывал, финансовый пик ставок и раскруток пришелся на 2018 год. И именно в это время Казаряна решает выкупить у Мамурина канал «Деньги решают все». Старая рубрика, новый ведущий, «Деньги решают все». За 300 тысяч рублей. И с помощью этого провокационного контента переливать трафик в телеграм-канал. Где было, как вы думаете, что? Сейчас, когда вы уже видели десятки разоблачений и все вокруг просто смеются в голос блогеров-ставочников, почти все истории наших героев выглядят как под копирку и развод в них очевиден. Но тогда, в 2018 году, никто не разбирал эту деятельность так подробно. И поэтому свои деньги потеряли тысячи доверчивых людей. Тематика видеороликов Казаряна была, мягко говоря, не новая. А такая же низость, как и у Мамурина. Людям предлагалось облезать машину за деньги, съесть банку личинок и все в этом духе. Под предлогом того, что по правилам Ютуба этот контент слишком жесткий, трафик перегонялся в телеграм-канал DRV Gang. Ютуб не пропустил бы ни за что, если бы я это выложил бы в этом ролике. Поэтому прямо сейчас переходим в мой телеграм-канал. В моем телеграм-канале, в котором и так все зарабатывают. Вот столько ты бы мог заработать, если бы прямо сейчас свайпнул вверх и подписался бы на мой канал. Ну а там всех уже ждали, знакомые нам не понаслышке, известные сказочки о постнословном обогащении. DRV Gang это не просто группа, это команда голодных до денег хищников, которые будут рвать на своем пути все, что будет им попадать. Я вам официально заявляю, что мои инсайт экспресс это самые легкие и быстрые деньги в вашей жизни. На ставках так не зарабатывал еще ни... По классике, в канале было три источника заработка. Первый. Продажа платных прогнозов и экспрессов. Казарян клялся подписчикам о том, что он якобы платит инсайдеру огромные деньги за информацию о предстоящих событиях. Поэтому, мол, не скупитесь и кидайте деньги за платный экспресс. Я потратил на покупку этого экспресса 700 тысяч рублей. Если ты поставишь на него сегодня хотя бы 3 тысячи, завтра утром выведешь 25. Экспрессы это классика развода. Собирается много одинарных ставок, в которых коэффициенты множатся. Но и риски множатся. Казарян продавал экспрессы с коэффициентами 9-10. Это очень много. Но они не заходили. При этом в финальной статистике на канале, по его словам, у него экспрессы заходили ежедневно. Друзья, наш вчерашний инсайд экспресс в очередной раз прошел. Но меня это уже не удивляет. Для меня это приятная обыденность. Вот пример скрина реально оплаченного экспресса. И мы видим исход. Одно из событий не сыграло. И весь экспресс проиграл. А вот его скрин статистики. Непрошедший прогноз тупо изменен. И тут мы переходим ко второму каналу незаконной монетизации. Казаряну было выгодно, чтобы его подписчики проигрывали. Ведь он давал специальную реферальную ссылку для регистрации на нелегальной букмекерской конторе. Который получал более 50% от проигранных депозитов. Как проходит день человека, который зарабатывает на моих инсайтах. Проснулся днем, проверил счет букмекерки. Вывел денег. Поехал в ресторан. Позавтракал на своем новеньком мерседесе или BMW. Дальше встретился с друзьями. Покурил кальян. И вот наступает вечер. Что же делать? Нужно поработать. А как поработать? Написать мне. И я тебе дам новенький инсайт. Третье ветвь обогащения. Продажа входа в вип-чат с ординарами. Опять же, на деле там давались рандомные прогнозы, которые не заходили. Но при этом в отзывах были сплошные плюсы. Это и есть основная претензия к Казаряну. Куда же тратились украденные деньги? Мне нужна срочно новая крутая спортивная тачка. И после введения наших инсайт-экспрессов. Я заработал на нее ровно за три недели. И у меня еще осталось. На что я обменяю мешок наличных? И многие из вас угадали. И это AMG GTS. Это тачка-пушка. Это самая полная комплектация. Кстати, именно номерной знак этого автомобиля помог выйти на реальные данные нашего мошенника. Дело в том, что Казарян почему-то использует в соцсетях псевдоним Догоняй уже очень давно. Он начал это делать задолго до своей мошеннической деятельности. И долгое время вместо нормальных, здоровых снов с данными не снились сплошные кошмары. Никакой инфы о загадочном Догоняеве. Ключ к успеху лежал в тупости нашего пациента. Ведь согласно данным, который находится в неизвестно чьем телеграм-канале сад сновидений, он оформил этот Mercedes AMG GT 2014 года на свою бабушку по маминой линии, 74-летнюю Мартиросян Нину Александровну. Тут-то и удалось построить дерево родственников, которое в итоге и привело нас к Казаряну. Сегодня вся информация о былой чернухе удалена, как и сам телеграм-канал DRV Gang. Но если ввести название былого позора в гугле, то всплывает огромное количество негативных отзывов о мошенничестве. Однако Казарян в своем инстаграме продолжает рекламировать раскрутчиков счетов. Я не знаю, кто на это ведется в 2020 году. У этого парня было 3000 рублей, и он сделал из них миллион. Если ты в этом сомневаешься, то вот ссылка, ты можешь делать вот так и убедиться в этом сам. Итого, что мы имеем в итоге. Амиран Сардаров ввел жанр аморальных пранков при помощи ресурсов Григория Мамурина. Это, кстати, объясняет плотное сотрудничество и поощрение деятельности Эдварда Билла со стороны Сардарова. Ведь у Амирана к моменту их знакомства уже был огромный опыт создания подобного вульгарного контента. Оставалось только найти дурачка, который за популярность был бы готов подставляться с подобным контентом. Александр Догоняев на самом деле никакой не Догоняев. Его фамилия Казарян. Он за копейки выкупил канал своего друга и устроил из него конвейер для создания мошеннических схем. Как я уже говорил, у подобных преступлений нет срока давности. И нельзя забывать о том, что все блогеры, о которых я вам здесь рассказываю, занимались подобным мошенничеством. Ни при каких обстоятельствах не доверяйте никому из участников Блэклиста. И не просто так вам тут все это рассказываю. Особенно не доверяйте Казаряну, потому что по моей информации он думает запускать новый мошеннический проект, связанный с покером. Не забывайте про существование неизвестного чьего телеграм-канала Сад Сновидений. Ведь только там лежит полная документация на данного персонажа. В очередной раз призываю всех, кто увидит данный ролик, не ведитесь на всех этих интернет-разводил, которые обещают вам горы золота ни за что. Помогите распространить этот ролик, ведь показав его друзьям, вы делаете доброе дело. А также подписывайтесь на мой канал, здесь тоже говорят правду. Ну а с вами, как всегда, был ваш покорный слуга-принц. Увидимся, когда увидимся!